Создалось впечатление, что Вы используете исключительно натуральные ингредиенты и награждаете старинные техники. Я понимаю, что оно, скорее всего, ложное, но тем не менее, так ли это? И тут же в доконку вопрос, используете ли Вы современные растворители, современные, основанные на химии, краски и так далее? Да, действительно, я использую только те материалы, которые проверены временем. И я уверен, что, коли они выдержали эти испытания, то и впредь они будут вести себя хорошо. Вот теперь многие пишут акриловыми красками, но как они себя поведут через сто лет, никто Вам сказать не может. А так рисковать едва ли стоит. И потом, в смысле технологии, я консерватор по той причине, что я использую только натуральные пигменты, минеральные, которые уже все испытания прошли в земле. И они не потемнеют, не испортятся, не выцветут. А современные краски, они, во-первых, это именно краски, а не цвет. Вот если Вы возьмете ляпис лазурь и обычный искусственный ультрамарин, Вы увидите, что это готовый цвет, а это краска. Цвет и краска это не одно и то же. Из красок художник составляет цвет. А это, конечно, требует определенного умения. Хотя писать минеральными красками иногда очень неудобно, потому что они при высыхании меняют цвет, потом после покрытия лаком снова меняют цвет, и нужно учитывать конечный результат. Так что Вы абсолютно верно заметили, что я использую только... Я даже не возрождаю, там возрождать нечего, потому что все известно. Никто не хочет это уследовать. Во-первых, пигменты нужно с водой тереть. Для этого надо время, определенные усилия. Это медленно, конечно. Я себе могу это позволить. Позвольте спросить, допускаете ли Вы, что могут сохраниться хотя бы отдельные портретные черты, имея в виду, что копия с копией идёт, с копией и так далее? Например, Богородицы, допустим. Ну, веке в X, возможно, может допустить, что существовали такие образы, которые восходили к времени её жизни. Я думаю, что это исключено, потому что икона во времена апостолов просто была невозможной. Они были иудеями, и все эти ветхозаветные установки, они всё-таки ещё работали. Самые ранние из известных нам изображений Богоматери и Христа относятся к IV веку, раньше ничего не было. А так как не было фотографий, возьмите, например, преподобного Сергия, как он выглядел уже через 30 лет, никто не помнит. Этого и не требовалось. А вот сейчас это как раз вопрос актуальный, потому что если мне заказывают икону вновь прославленного святого, которого все знают по фотографиям, то, естественно, портретное сходство должно хотя бы минимальное там присутствовать. И здесь ничего странного нет. Ведь вы же знаете, что даже догматы церкви были сформулированы в определённый исторический момент, когда это было нужно. Потому что в недрах, где-то в самих недрах веры христиан это имело место, но проявилось гораздо позже. Ваше мнение, мироточение и кровоточение икон – это миф или реальность? И были ли случаи, чтобы мироточили ваши иконы? Я, во-первых, не видел мироточивых икон, кровоточивых тем более не видел. Я знаю, что догмат об иконопочитании икону ставит на определённое место в литургии церкви. То есть икона – это богословие в красках. Или, как я когда-то говорил, может быть, кто помнит, что собственной иконой мы называем только то изображение, которому соответствует церковная служба. Вот, если на иконе нет изображения – это простая доска. А если допустить мироточение, значит, надо почитать доску, то есть вещество. А это уже совершенно неслыханное что-то. Потому что мы почитаем лицо изображённое на иконе, а не доску и краски. А мира есть и овы, какая-то из доски или из краски, я не знаю. Что это такое? Может быть, есть что-нибудь? Говорят, что у буддистов там есть статуэтки, у которых там руки растут или ещё что-нибудь. Не знаю. Меня это как-то неинтересно. Жанна. Вы создали довольно редкий образ Сидогреге и Леонского. Вы пользуетесь... Это ваша собственная махринь или вы пользуетесь каким-то традицией? Нет, там канон заключается только в том, как изображать святителя. Он должен быть в филоне, в аммофоре, из книга Евангелия. А всё остальное – это моё. Это не копии. Все иконы абсолютно оригинальные. То есть они узнаваемы, но точно таких нет. А на чём основан выбор икона того или иного святого, который был в храме? Может, подоградиться? Да, отец Александр, вы можете подоградить. Спасибо. Да, действительно, невозможно наполнить храм всеми иконами, какими имена которых значатся в православных святцах. И поэтому необходимо было совершить определённый выбор. И выбор этот сделан следующим образом. Перечень всех икон, может быть, вы знаете, вывешен у нас в храме новоучеников, и на нашем сайте, и даже схема расположения предварительная. Иконы, которые будут в Нижнем храме, это иконы тех святых, ну, прежде всего, спасителей и Богородицы, но также тех святых, которые составляют основу, скажем так, богословия и духовной истории церкви именно в своих истоках. То есть святые первых веков, хотя не все, конечно, такие, как свящеромученик Ириней Лимонский, святые той золотой поры, которая именуется эпохой Вселенских соборов, поэтому там не только три святителя, Василий Великий, Иоанн Золотовуста, Григорий Богослов, которые, безусловно, будут, но и другие святители той эпохи, Афанасий Великий, Григорий Низский, Амросий Медиаланский, а также все те столпы богословия, без которых невозможно себе представить вот эту всю нашу христианскую догматику и в чисто богословском плане, и в аскетическом. Поэтому вот преподобный Антоний Великий, вы видели, основатель монашества, будут, причем это эпоха, как мы знаем, эпоха еще задолго до разделения церкви на восток и запад, и это эпоха тех святых, труды которых составляют богословское достояние единой неразделенной церкви, поэтому там есть и святитель Николай, и в то же время блаженный Августин, как мы увидим, и преподобный Бенедикт Нурсийский, и, с другой стороны, конечно, преподобный Сергий Радонежский, преподобный Серафим Саровский, и преподобные Антоний Феодосий Печерский, то есть те, чьи имена являются, так сказать, составляют святцы уже наши русские православные. Эти иконы пишет как сам отец Зенон, так и его ученики, тоже здесь трудящиеся, Ярослав и Иоанна. Поэтому вот Нижний храм будет сочетать в себе вот такое, фактически в нем можно будет читать лекции по патрологии, по истории Вселенских соборов, по истории монашества, скажем. Все то, с чего начинается, начиналось и начинается христианство для всякого, кто приходит в церковь. Прежде всего, конечно, Евангелие, Христос, апостолы, но и все то, что, повторяю, составляет нашу базу. Мы можем себе это позволить по крайней мере по двум причинам. Во-первых, потому что это действительно самое важное и самое главное, о чем, к сожалению, очень часто мы забываем, обладая таким огромным арсеналом, кажется, в разных благословских течении, каких-то движений, эпох, святых, этого всего очень-очень-очень много. И можно как-то, к сожалению, повторяю, часто делается, можно зациклиться на своем православии, бескрайнем, кажется, а на самом деле небольшой части вселенского христианства. Вот, чтобы уйти от этого, от этой опасности, которая для многих является реальным искушением, вот для этого дай Бог воспользоваться возможностью, которая нам предоставляется в Нижнем храме Федоровского собора. А вторая причина та, что ведь есть еще верхний храм, и тот, кто настаивает на том, что христианство для нас это прежде всего наше родное православие, верхний храм воссоздается в том стиле, в котором он был, успели его создать, в стиле московской уси 17 века, где будет пятиярусный иконостас, часть икон хранится в музее истории религии и ведутся переговоры о том, как правильно распорядиться этим культурным наследием. И поэтому, как говорится, будет, если осуществится этот план, будет две таких вот по-своему крайние позиции. Крайние не в отрицательном смысле слова, да, а в смысле многообразия, которое наполняет историю церкви. Вопросы Можно запросить это еще? Ну, у нас была вопроса с Александром и санглой, они разные, но пользуясь случаем. Вот, первое, с Александром связано с Нижним храмом. Вы поминали, когда рассказывали о том, что Нижний храм связан таким образом с Александром Тетьим с Силой. Каким образом он мне лично неизвестно, потому что спрос у нас у нас у нас с Нижним храмом и Николай с Нижним храмом и в связи с первым вопросом. А когда вы сказали с Нижним храмом, связанные с стихниками, требуется и потребуется какой-то особый исход за сонами? И соответственно будут ли они с стихом? что касается первого вопроса по поводу отношения Александра Третьего к этому храму, это исторически известные факты, что когда впервые встал вопрос о том, чтобы здесь строить хоть что-то, первоначально в конце 19 века планировалось здесь на подъездных территориях к товарной станции возвести часовню, для этого было написано прошение на высочайшее имя с просьбой разрешить строительство часовни. На этом прошении Александр Третий написал резолюцию в виде вопроса «А от чего не церковь?» И поэтому сочли, что его можно считать первым, кто подал идею строить здесь церковь, правда, ни о каком 300-летии никогда не замышляли. 300-летие, вернее, строить храм как памятник 300-летию, это была уже идея настоятеля Федоровского городецкого монастыря Архимандрита Алексия. И поэтому был построен не просто храм, а вот такой величественный собор в древнерусском стиле. А почему Александр Невский как покровитель Александра Третьего здесь возник, а Мария Магдалина, поскольку Мария Федоровна не просто была его супруга, а на момент строительства храма, она была вдохновившей императрицей, Александр Третий скончался в 94-м году, если не ошибаюсь, а Мария Федоровна прожила еще долго и была свидетелем трагического конца империи, и, как мы знаем, умерла в эмиграции, и 6-5 лет назад ее прах перезахоронили в Петропавловском соборе. И ее имя Мария начертана на третьем по счету колоколь нашей Звольницы. Поэтому такое исторически оправданное посвящение Александру Невскому и Марии Магдалины здесь присутствует. Хотя, честно говоря, это довольно странно, но вообще храм весь состоит из таких посвящений святым, между которыми никакой исторической связи нет. Александра Невского и Марию Магдалину разделяет больше тысячи лет. Ну и так далее. Я сейчас не буду вдаваться в подробности. А по поводу хранения икон отец Зимон расскажет. Хотя можно видеть так. Я на своем икон видел очень много икон совершенно разных разного времени и заметил, что те иконы, которые хранились в Киотах под Чиплом гораздо лучше сохранились. Вот если вы обратите внимание на стены храма новомученников, они все закопченные. Потому что копоть от свечей, потом кодильный дын, это все осаждается. Если иконы не защитить, это все будет на поверхности. Лет через 20 они будут совершенно грязными. А реставрация это тоже вещь дорогостоящая. И потом всегда есть риск, что живопись может быть не очень сильно, но все-таки повреждена. тому я посоветовал отцу Александру изначально все иконы заключить в Киоты. Это будет гарантией того, что они хорошо сохранятся. И еще учитывая петербургский климат, который очень влажный, и когда в храме много народа люди дышат, такие испарения тоже повышают влажность в храме, а для живописи это всегда вредно. Желание влажность